Знаменитый современный критик и апологет Дарвинской теории эволюции Ричард Докинс неизменно удивляется в споре с образованными богословами, почему те считают Бога простым. Разве простое существо, спрашивает он, может создать этот сложный мир? Разве те вещи, которые мы видим вокруг нас не слишком, достаточно сложны, чтобы у них был еще более сложный создатель? В самом деле, когда вы видите сложно организованный человеческий глаз, то с его четырьмя слоями нервной ткани, с двумя видами фоторецепторов, реагирующих каждый на собственную длину волны, то вы должны предположить, что тот, в чьей голове возник замысел этого глаза, должен быть еще более сложным. Как сказал по этому поводу другой современный философ Дэниел Деннет, изготовить сложную штуку может только еще более сложная и хитрая штука. Но если это так, если Бог сложен, то есть состоит из множества частей, организованных в единое хитроумно устроенное целое, то тогда мы никак не можем использовать его в качестве для объяснения возникновения сложных вещей, потому что тогда нам придется объяснять и происхождение его самого. Так что идея создателя, говорит Докинс, не только не решает проблему возникновения сложных вещей, но наоборот усугубляет ее, поскольку сторонникам идеи создателя приходится решать загадку возникновения его самого. Однако в глазах образованного богослова весь этот аргумент выглядит немножко странным. Он выглядит как попытка вломиться в открытую дверь. Конечно, сложное существо не может быть началом мира, скажет вам любой богослов, потому что целое, состоящее из множества частей, не может существовать раньше этих частей, не может быть их причиной, но наоборот оно само является следствием этих частей, поскольку появляется в результате их соединения. А кроме того, все, что состоит из частей, может распасться на части. А то, что может распасться на части, может тем самым исчезнуть, перестать быть, потому что, тратив единство, вещь перестает существовать. Однако то, что может перестать быть, исчезнуть, не может никак быть вечным, а то, что не вечно, никак не может быть Богом. Отсюда следует, что Бог, понимаемый как начало и причина этого мира, может быть только простым и только лишенным частей, то есть единым. И вот здесь Тадокинс перестает понимать своих оппонентов и с изумлением восклицает, как Бог может быть простым, как простое существо может создать этот сложный мир. Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны заглянуть в историю богословия, во всяком случае в историю христианского богословия, которая берет начало в античной философии и которая покажет нам, что отождествление Бога с единым произошло не столько потому, что Бога Ветхого и Нового Завета признали таковыми, признали единым, сколько потому, что наоборот, единое оказалось ничем иным, как Богом. И здесь нужно оговориться сразу, что когда я говорю «единуе», то я имею в виду не какую-то единую вещь, обладающую единством как неким своим свойствам, или, как говорят в этом случае философы, предикативную, но я имею в виду вещь, которая является единым по своей сущности. А что значит быть единым по сущности? Это значит, что в ответ на вопрос «что это?» заданное относительно этой вещи, мы должны будем сказать «это единое». Не единая книга, не единая мысль, не единый дух или материя, не нечто еще, что помимо бытия самим собой, еще добавок является единым. Нет, единое по сущности – это единое само по себе, единое взятое как некая вещь, как некая сущность. Понятно, что такое единое уж точно не будет иметь частей, ведь если бы оно состояло из частей, то оно было бы многим. То есть некой другой вещью по сущности не единым. А само по себе единое никак не может быть многим. Следовательно, если оно не состоит из частей, то оно не может распасться на части, то есть утратить единство и перестать быть собой. Следовательно, оно является вечным. Но можно спросить, а насколько реальна такая вещь, как само по себе единое, единое взятое как сущность, единое взятое как самостоятельную вещь? Не плот ли она нашего воображения? Точнее говоря, не плот ли она нашего разума, который не хуже воображения способен создавать различные химерические сущности путем абстрагирования свойств окружающих нас вещей? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте предположим, что единого самого по себе не существует. И посмотрим, какие следствия у нас получатся из этого предположения. Итак, допустим, что самого по себе единого как самостоятельной вещи нет. А что тогда есть? А есть только вещи, обладающие единством, обладающие единством как своим свойством. Но по сущности своей едиными не являющиеся. А если эти вещи не являются едиными по сущности, то откуда тогда в них появляется предикат единства? Можно спросить. А кто или что им этот предикат сообщает? Ведь сами они, будучи не едиными по своей природе, этого сделать не могут. Действительно, кусок сыра не может сам сделать себя треугольным, потому что из сущности сыра треугольность никак не следует, не выводится. Сырность и треугольность – это совершенно разные вещи. Чтобы сыр мог стать треугольным, или любая другая вещь могла стать треугольной, сначала должен существовать треугольник как таковой, треугольник как геометрическая фигура. То есть треугольник, который не является больше ничем, кроме как треугольника. Только он может сообщить другим вещам такую форму, как треугольность. И вот то же самое аналогичным образом обстоит дело и с таким свойством вещей, как единство. Никакая вещь не сможет быть единой, если не будет существовать единица. То есть нечто, что является единым само по себе. Таким образом, если не будет существовать единицы, если не будет существовать самого по себе единого, то вещей, обладающих предикатом единства, просто не будет. Но если в мире не будет единых вещей, то тогда что же останется? Может быть, в мире останутся вещи, которые будут многими. Но возможно ли множество, совершенно лишенное единства? Судя по всему, нет. Потому что если лишить множество единства, то что получится? Получится так, что каждая часть множества, в свою очередь, тоже окажется множеством. И каждая часть этого нового множества тоже будет множеством и так далее, до бесконечности. И будет это продолжаться до тех пор, пока мы не потеряем последние неделимые элементы множества, из которых оно могло бы складываться. То есть если полностью лишить множества единства, то множество перестанет существовать как множество. Таким образом, если мы будем отрицать существование самого по себе единого, то не будет ни вещей, обладающих единством, ни вещей, представляющие собой некие объединенные множества. Иными словами, не будет ничего. Отсюда следует, что без единого самого по себе не будет мира. Но то, без чего сущие не может существовать, то, без чего мир не может существовать, очевидно, является его причиной. Следовательно, единое не только существует, не только является вечным и неуничтожимым, но представляет собой необходимое условие существования всех вещей. Иными словами, является их первопричиной. Но всякая неуничтожимая первопричина всего мира есть не что иное, как Бог. Конечно, это не означает, что всякий бог обязательно есть единый. Однако, если мы с вами придерживаемся монатеизма, то есть верим в одного-единственного бога, то тогда утверждать, что бог только один, то есть утверждаем, что бог только один, то тогда из утверждения, что единый есть бог, то необходимости будет следовать и обратное утверждение, что бог есть единый. Но здесь можно спросить, Но ведь Богом мы обычно называем мудрое существо и благое существо. Разве единое, само по себе единое, такая вот абстрактная какая-то вещь, разве оно таково? На это можно бы ответить следующим образом. Мы называем Бога благим. Почему? Потому что он может сообщить каждой вещи то, в чем она нуждается больше всего, что для нее является самым лучшим, то есть, собственно, ее благом. Но что является благом для каждой отдельной вещи? Что для вещи лучше всего? К чему каждая вещь так или иначе всегда стремится? По-видимому, к тому, чтобы продолжать быть и оставаться собой. То есть, что значит быть собой? Что бы это ни значило. Но вещь продолжает быть и оставаться собой до тех пор, пока она сохраняет единство. А единство каждой вещи, как уже я говорила раньше, обеспечивается единым самим по себе. Следовательно, ничто иное, как единое, наделяет вещи благом. Так что, называя единое благим, мы не ошибаемся. Более того, если рассмотреть понятие благо само по себе, как таковое, то мы увидим, что оно окажется совпадающим с понятием единого. В самом деле, высшим благом или благом как таковым мы можем назвать только то, что само уже ни в чем не нуждается. То есть, то, что само уже не ищет какого-то еще блага, чтобы его приобрести, но уже все имеет, потому что само является благом как таковым. Но то, что не нуждается ни в чем другом и является самодостаточным, не может и зависеть ни от чего другого. Следовательно, оно не может ни состоять из частей, ни находиться в некоем подлежащем, которое бы обеспечивало ему существование. Но если благо не состоит из частей, то оно, очевидно, единое. А если оно не существует в чем-то другом, то представляет собой не просто единое, не предикат некой другой сущности, а само по себе сущность. То есть, является не чем-то единым, а единым как таковым. Вот так и получается, что благо само по себе, единое само по себе совпадают, оказываются тождественными. Или, как говорит Платин, когда мы говорим единое и когда мы говорим благо, мы имеем в виду одну и ту же природу. Итак, мы еще раз убедились в том, что единое действительно весьма подходит на роль Бога, так как является вечным, неуничтожимым, необходимым условием бытия всех вещей и также условием их благобытия. Но остается самый сложный вопрос, тот, который, собственно, и ставит в тупик Докинзе. Как такое единое, пусть даже вечное, неуничтожимое и благое, как оно может стать создателем сложного мира? Ведь все, что способно сделать такое единое, это, по-видимому, сообщить вещам единства. То есть, сделать что-то другое, похожее на самого себя, сделать его единым. Но как тогда возникает сложность? Когда мы говорим о возникновении мира из единого, о чем мы говорим? Мы говорим о появлении вещей, которые отличаются от единого самого по себе, то есть, которые уже не являются единой по сущности, а являются чем-то иным по отношению к единому, то есть, чем-то не единым. Таким образом, в каждой вещи есть нечто единое, что придает ей свойство единства, и есть нечто не единое, что отличает ее от единого самого по себе. Таким образом, мы можем посмотреть на каждую вещь как на соединение двух противоположных началов – не единого и единого. Учитывая это, можно сказать, что всякая вещь появляется в результате того, что единое сообщает единство чему-то не единому. А что происходит в этом случае? Что происходит, когда единое сообщает единство чему-то не единому? Происходит то, что нечто изначально бесформенное, распадающееся на все новое и новое множество, не способное задержаться ни на чем, текучее, получает устойчивость, оформленность и определенность. И когда нечто бесформенное получает определенность, возникает некое «что». Но как только появляется некое «что», то так тут же появляется и некое «есть». Потому что «быть» – это значит быть чем-то. А там, где ничто, там как бы небытие. Это можно сравнить с тем, как если бы мы взяли какую-нибудь линию, которая в силу своей одномерности незаметна человеческому глазу, и взяли бы простую плоскость, чистую белую неопределенную плоскость, в которой тоже человеческий глаз ничего не виден. Но стоит взять эти две сами по себе невидные, никак не улавливаемые глазом вещи и соединить их, то есть нарисовать, например, на чистом белом листе бумаги какую-нибудь замкнутую кривую, то тогда тут же появится геометрическая фигура. Появится фигура, у которой будут определенные свойства, определенный размер, определенная форма. Мы можем уже говорить о ней, рассматривать ее, как-то рассуждать и так далее. То есть возникнет уже некий новый смысл. Вот примерно так же действует и единое. А единое просто вносит определенность, единство туда, где их нет. И это приводит к возникновению какого-то определенного смысла, какого-то определенного что. Точнее, даже к возникновению множества разных смыслов, от самых простых до самых сложных. В философии обычно говорят об этих чтойностях, оформленностях, смыслах, как о формах, эйдосах, идеях, логосах, видах и так далее. И вот уже эти заранее появившиеся виды, смыслы, формы, представляющие собой соединение единого и не единого, вот они уже приводят к возникновению единичных окружающих нас вещей. Как если бы они были некоторыми проектами, чертежами, замыслами. Так, собственно, и происходит, если говорить в самых общих чертах, творение или возникновение мира благодаря единию. Итак, я постаралась объяснить, почему аргумент Докинса против преационистов, когда он, будучи адресован людям, которые не понаслышке знакомы с историей христианского богословия, не достигает цели. Просто потому, что Докинс не совсем понимает, почему Бог есть единое и почему единое есть Бог.